Приветствую вас, уважаемые зрители, гости и подписчики моего канала. Наконец-то я начал сборку ГАЗ Тигр от фирмы Звезда. Ну что, покажу вам, что уже сделал. Также поделюсь своими впечатлениями об данной модели. Ну и покажу, расскажу, как режу пластик и делаю перепил. На данный момент вот что уже собрал. Сразу хочу сказать про пластик. Пластик немножко, конечно, в обработке твердоватый. Если сравнивать с пластиком от ICM, который у Камаза, мне ICM-овский пластик понравился, конечно, побольше. Но, в принципе, и претензий к пластику от Звезды тоже особо нету. Только то, что он немножко твердоват. Вот. Также режется хорошо. Стыковка отличная. Всё хорошо стыкуется. Сборку вам показывать особо не могу, потому что собираю его возле компьютера, смотря в монитор, так как у меня схема в PDF, а принтер, картридж зачипованный, документы сканирую инфушкой, а с компьютером пишет он мне, что замените картридж. Вот. И поэтому приходится мне сидеть пока что возле компьютера, дабы не терять время и собирать. Вот. Но сборкой буду с вами делиться. Всё буду рассказывать. Вот. Собрал на данном этапе ходовую. В принципе, всё отлично становилось на свои места. Нормально всё обрабатывалось. Вот. Проблем со сборкой никаких не возникло. Собрал, склеил панельку. Пока что два кресла, потому что ещё не знаю, что, как у меня будет размещаться. Как бы всё будет по приходу. Прикинул примерно колёса. Поставил машину на четыре точки. Сразу стало без проблем. Также вот такой вот бонус. Рабочие передние колёса. Но я не знаю, назвать это бонусом или минусом. Я ещё не знаю, будут они у меня поворачиваться, или я их всё-таки со временем заблокирую. И вот, друзья, что хочу ещё показать. Нашёл колесо от мэнговского тигра, резину, покрышку. И сравнил с колесом от звезды. Вот. Как видите, как и говорилось раньше, что мэнг немножко переразмерен. Даже колёса он насколько больше. Ну, как бы это не беда. Можно сказать, что там поставили R17, R18. Но, конечно, рисунок всё-таки у мэнга протектора намного чётче и лучше сделан, чем у звезды. Вот это вот, конечно, большой плюс. Но, в принципе, и эти колёса, если с ними поработать хорошо пигментами, будут выглядеть очень хорошо. Вот уже начал резать пикап. Вот. Уже одну срезал. Здесь вот это вот. Вот эти дырочки буду зашпаклёвывать. Они мне не нужны. Вот. Вторую сторону я ещё не срезал. чтобы показать вам, как я, в принципе, провожу резку, как делаю. Тоже пилки не могу найти в своих коробках. Вот. Пилочки специальные, фототравлённые, не нашёл. Поэтому я резку провожу ножом. Ну, сейчас покажу, как я это делаю. Приступаем к резке. Теперь, сначала я сделал вот так вот дырочки. Три. Ну, делал их, вставил кончик ножа и сделал немножко вот такие круговые движения. Для чего я это сделал? Чтобы мне было легче проводить линии. Вот. Ставлю вот так вот линеечку. Линеечку. И по линиям аккуратненько, не спеша провожу черту, только не острой стороной ножа, а тыльной. Вот. Не спеша. Конечно, лучше это делать металлической какой-нибудь линейкой. Ну, в принципе, аккуратно сначала проводите вот так вот по линеечке. Не глубоко, как бы делаете вот так вот царапинки. И обязательно, главное, взять старое лезвие какое-нибудь, еще если хорошо кончик обломан. И вот так вот потихоньку выцарапываю. Вот с этой дырочки начинай. Там поставил полосочку, как бы маркер для себя, а вот отсюда уже начинаю выцарапывать. Маркер для того, чтобы потом заднюю стенку делать, чтобы я видел, где как что. И потихоньку, потихоньку. Конечно, процедура требует внимательности и аккуратности, чтобы, не дай бог, ножик не соскочил и не сделал срез в сторону. Ну, в принципе, ту сторону, которую нам страшно потерять, я прикрываю линейкой. Если была бы линейка металлическая, было бы, конечно, в два раза надёжней. А так делаем аккуратно. Ну, вот такой вот процесс буду продолжать делать. В принципе, вот если вы накернили так полосу, потом можно даже уже убрать линейку и потихоньку, потихоньку вот вот так царапать. Можно даже немножко нажимать, перевернув коврик, чтобы не портить покрытие. Вот так. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Шпаклевать буду жидкой шпаклёвкой. Шпаклёвка мягкая фирмы Пластмастер. Вот. Сейчас посмотрим, как она в работе. Она надо ещё лучше размешать. Я ещё и ни разу не пользовался жидкой. Ну, как раз и посмотрим. Ну, по отзывам мои друзья, коллеги, кто пробовал, все остались довольны. так вот хорошо накладывается. Накладываю спичкой. В принципе, даже если останутся бугорки, заодно посмотрим, как она на усадку. сильно усаживается, не сильно. Посмотрю, как по времени она сохнет. И потом расскажу, как она обрабатывается. Ну, хочу сказать, что не сильно воняет. Хотя нитро. Что очень радует. Я работаю на балконе. Окно пришлось закрыть, так как дети во дворе кричат. И, в принципе, не сильно воняет. Запах сносный. Хорошая вот такая консистенция. Очень удобно наносить даже спичкой. Думаю, даже будет отлично обрабатываться. Первый раз пользуюсь такой. Как бы на первой, на первую пробу очень неплохо получается. Результат радует. Надо с Китая заказать себе шпательки какие-нибудь. Немножко размочу. Мгновенно засыхает. Может быть, даже сейчас, через какое-то время посмотрим. Так, а что с этой стороны? В принципе, с этой стороны шанец будет висеть. Тут все нормально. в принципе, друзья, прошло минут 10. Шпатлевка подсохла. В принципе, я думаю, что надо дать ей посохнуть все-таки не менее двух-трех часов и потом начать обрабатывать. Заодно посмотрю, как она уселась. И уже все-таки надо выждать полного высыхания. На этом, друзья, буду видео заканчивать уже. Уже в следующей части покажу, расскажу, как шпатлевка обрабатывалась. Но скажу сразу, вот и приятно выглядит, хорошо пахнет, и мне очень понравилось с ней работать даже вот именно для таких дырочек. Очень хорошо, я думаю, будет заливать какие-то щели, именно такие вот, которые на пластике. Для таких работ очень подходит вот эта жидкая шпатля. Ну, все, друзья, спасибо, кто смотрит, спасибо подписчикам моего канала, кто комментирует мои работы, спасибо. И как уже заведено, всех благ вам, друзья, всех благ вам, вашим близким, счастья, удачи, модельного творчества, творчества побольше, успехов. Спасибо, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok